Врачи будущего сегодня публично защищали свои проекты. Над их созданием участники одноименной программы работали вместе с наставниками, представителями ведущих российских профильных компаний. Пилотный проект элитного медицинского образования подошел к своему завершению. Позади у 12 студентов почти 500 часов дополнительных занятий. На выходе четыре проекта, которые должны распахнуть дверью в мир медицины будущего для жителей региона, для всей страны. Это ступенечка к тому, чтобы стать врачом будущего. Во-первых, в данном проекте ребята впервые знакомятся с междисциплинарной возможностью проектной деятельности с разными структурами. То есть, когда не только лечебное учреждение с ними работает, но и непосредственно управленцы, управление системой здравоохранения. И плюс есть технические люди с технологическими возможностями, которые создают медицинские изделия для внедрения здравоохранения завтра. Четыре наставника – компания «Моторика», занимающаяся созданием высокотехнологических средств реабилитации. Фармацевтическая компания, клинический центр медицинской реабилитации и Министерство здравоохранения. Региональный Минздрав совместно со студентами разрабатывал проект по созданию оздоровительных туров. Главное условие – не загонять человека в стационар, а контролировать его самочувствие в процессе отдыха. Контрольные замеры и анализы в начале и завершении путешествия. Процедуры между экскурсиями. В середине – это правильное питание, лечебная физкультура, йога, дыхательная гимнастика, туристические маршруты, оздоровительные, как мы их называем, мастер-классы по выпеканию хлеба, по собиранию трав, по завариванию чаев и многое-многое другое. Хелф-туры студенты разработали сразу по нескольким направлениям для людей с сахарным диабетом, проблемами с сердечно-сосудистой системой и онкологией. Врачи будущего уверены, с внедрением их медицинского туристического продукта Новгородская область вполне может получить статус одной из главных здравниц страны.